Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Елена Старостина. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. На металлургическом комбинате в эксплуатацию ввели систему автоматической диагностики технического состояния подшипников рабочих и опорных волков прокатных клетий. С ее помощью можно отследить появление и развитие дефектов подшипников, а также прогнозировать их износ. На ПАО ММК определили победителей в соревнованиях нештатных звеньев пожаротушения. На этот раз обладателем переходящего кубка стала команда Рудообогатительной фабрики. Получать урожай крупноплодной клубники вплоть до самой осени теперь можно и на Магнитогорских садовых участках. И сейчас об этих и других событиях более подробно. Память о воинах, павших в боях по защите страны, должна быть достойно увековечена не только в сердцах и душах, но и в зримых образах. На воинских мемориалах, где покоятся участники вооруженных конфликтов, появились две арки памяти. Одна при входе на чеченский мемориал, вторая ведет к погибшим участникам СВО. Их открытие состоялось с соблюдением всех воинских почестей, с участием первых лиц города, ветеранов боевых действий и просто неравнодушных граждан. Репортаж Игоря Гурьянова. В том, что воинские мемориалы существуют и расширяются, нет ничего хорошего. Как сложно найти позитивные в гибели здоровых молодых мужчин. Но специфика собравшейся в этот день и на этом месте аудитории, и тех, кто остается в этом бренном мире, и тех, кто пересек портал, ведущий в вечность, в том, что здесь не разделяют понятия родина, страна, государство. Когда в опасности родина, на ее защиту всей своей мощью встает государственная машина. Кто-то погибнет. И священная обязанность живых помнить о героях, в том числе благоустраивая мемориалы. Это все наши люди, которые выполняли свою обязанность, гражданскую обязанность перед своей страной. И они ее исполнили до самого конца. И наша память должна быть вечной. Мы должны всегда будем помнить об этом вот подвиге. На сухом языке расчетно-сметной документации это называется входная группа. Епископ Магнитогорский Верхнеуральский, владыка Зосима, видит в арках гораздо более глубокий и даже мистический смысл. Есть такое греческое слово «портал» в переводе на русский язык – это дверь. Так вот, для меня эта арка – это не просто элемент благоустройства, не просто архитектурное сооружение. Это глубокий духовный символ тех врат, куда наши герои прошли, чтобы уйти в Царство Небесное. Царство Небесное, потому что совершили подвиг, проявив ту любовь, выше которой нет на земле. Обычно, когда минута молчания заканчивается траурным салютом, люди вздрагивают. Обычные люди. Здесь собрались те, кого не испугают даже автоматные очереди и танковые выстрелы. Значит ли это, что они очерствели? Нет. И ветераны афганской войны, и участники событий на Северном Кавказе, и боевые товарищи уже упокойных героев СВО единодушны, цитируя строки Роберта Рождественского. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Тем более, что первые тоже живы, только по-другому. Это наша обязанность живущих на земле, чтобы мы знали, что погибшие и в специальной военной операции, и в Чеченском конфликте, и в афганской войне, это те люди, кто боролся за нашу Родину. Сегодня много по этому поводу споров. А надо ли нам это? Надо. Мы воюем за своих. Мероприятие как таковое завершилось быстро, но люди еще долго не расходились. Им было о чем поговорить и что обсудить. Например, помощь семьям погибших участников СВО. Дальнейшие шаги по благоустройству мемориалов. То, что не проговаривается вслух. И вот эти флаги. Это непринадлежность к роду войск. Древнейшая традиция. Если на могиле полотнище, значит, убиенный воин не отомщен. Зародилась она в тех же местах, где спустя столетия прозвучит ставшее бессмертным. Работайте, братья. Игорь Гурьянов, Евгений Грудик. Телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Долгожданная победа. Командная руда обогатительной фабрики заняла первое место в соревнованиях нештатных звеньев пожаротушения ПАО ММК и стала обладателем переходящего кубка. С победителями встретилась наша съемочная группа. Это сменовстречное собрание для сотрудников руда обогатительной фабрики прошло в торжественной обстановке. Чествовали победители соревнований нештатных звеньев пожаротушения. Эти соревнования показывают не только индивидуальные какие-то мастерства, но еще и командную работу, потому что был разъем, делается именно командой. Поэтому мне очень приятно поздравлять сегодня вашу команду. Поэтому еще раз друг другу, сами себе поаплодируйте и ребятам. Боевой расчет трудообогатительной фабрики стал лучшим нештатным звеном пожаротушения по итогам трех этапов. С поставленными задачами дружина справилась быстрее остальных. Достичь такого успеха помогла слаженная работа команды, говорят победители. Участники постоянные, то есть мы периодически даже в цеху проводили тренировки по тем этапам, которые проводятся на соревнованиях. Поэтому именно командный результат, слаженность и постоянному количеству участников добились таких результатов. То есть, конечно, это дикий восторг, что мы наконец-то добились, к чему стремились. Эмоции переполняют ребята, ждали этого результата. В общем, все, конечно же, довольны. Соревнования по пожарно-прикладному спорту проводятся ежегодно. В этом году в них приняли участие 53 команды. Из них 36 представляли структурные подразделения ПАУ ММК и 17 – общества группы компаний комбината. Им предстояло на время преодолеть стометровую полосу, развернуть пожарные рукава и потушить условное возгорание. Основная цель – проверить готовность нештатных звеньев к работе в чрезвычайных ситуациях. Для отработки навыков, для того, чтобы именно в первые минуты купировать такие явления, как загорание, мы проводим такого рода соревнования, тактика специального учения. Мы это называем, где ребята показывают свое мастерство и отработку навыков. Команда РОВ не только показала лучший результат в общем зачете, но и заняла первое место в упражнении по боевому развертыванию. Цех РОВ – спортивный цех. За мной многочисленные кубки во всех спартакиадах зимних и летних. Каждый год мы побеждаем во всех этих соревнованиях. И вот наконец-то добились успеха в этом виде спортивных мероприятий пожарно-прикладным. Первое место. Молодцы. Мы их всех поздравили уже неоднократно. Так держать и подтверждать спортивный статус цеха РОВ. Победители состязаний получили переходящий кубок. Он уже занял почетное место среди других наград. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВИН». В листопрокатном цехе номер 11 введена в опытно-промышленную эксплуатацию система автоматической диагностики технического состояния подшипников рабочих и опорных волков прокатных клетей стана 2000 холодной прокатки. Это поможет специалистам цеха отслеживать появление и развитие дефектов подшипников, прогнозировать их износ, что позволит исключить аварийную остановку оборудования. Подробности в сюжете Галины Смирновой. Магнитогорский металлургический комбинат – современное предприятие, постоянно обновляющее свои производственные мощности. И системы предиктивной диагностики здесь просто необходимы. Один из проектов – система диагностики технического состояния подшипников рабочих и опорных волков прокатных клетей стана 2000 холодной прокатки. была внедрена в листопрокатном цехе номер 11. Прорабатывать ее начали три года назад. На то были веские причины. Цех периодически сталкивался с остановкой агрегата из-за поломок подушек рабочих и опорных волков. Итоги таких поломок были разные и всегда негативные. «Минимальные, так скажем, простои, которые могли образовываться, это просто перевалка опорных либо рабочих волков. Но как максимум мы сталкивались с такой ситуацией, что происходил выход из строя оборудование, шпинделей, срывали муфты предельного момента. И все это приводило к очень длительным простоям. Достигало это порядка 12-16 часов». Затраты на реализацию проекта составили порядка 60 миллионов рублей. Система состоит из 40 датчиков и, собственно, аналитической программы, в основу которой положен принцип сложного математического анализа. «Для технолога, как для специалиста, необходимо в кратчайшие сроки понять оборудование. Оно корректно работает, либо оборудование начинает работать с замечанием. Для технолога мы реализовали интерфейс, в котором подсветка, в принципе, зеленый, желтый и красный, как светофор. То есть визуально отображает, дает понять технологу, когда ему необходимо уже обратить свое внимание непосредственно на оборудование». Для полноценной работы системы нужен набор статистических данных. Поэтому на данном этапе программа обучается, набирает необходимое количество различной информации. В целом продукт передовой. В него заложены наилучшие современные решения в области предиктивной аналитики. «Было принято решение применить новую технологию установки датчиков непосредственно на станине клети, чтобы при перевалке провода не отсоединять, не затягивать перевалку дополнительными действиями, и не было возможности именно повреждения информационного канала, канала связи с датчиком». Руководство и все сотрудники ЛПЦ-11 с нетерпением ожидают момента, когда система заработает в полную силу, будет максимально точно диагностировать возможную поломку. «Окупаемость на подушках два с половиной года, но чисто из личного опыта вижу, что эта система нам безумно поможет в нашей работе, соответственно, и в работе с целым агрегатом». Многие компании, в числе которых и Магнитобурский металлургический комбинат, уже внедрили предиктивное обслуживание оборудования, что позволяет не только минимизировать риск внезапных поломок и сокращать расходы на ТО, но и предотвращать аварии и несчастные случаи с обслуживающим персоналом. Галина Смирнова, Виктор Исаев, телекомпания ТВН. Полторы сотни работников ММК Метис этим летом получили различные награды в честь главного профессионального праздника Магнитки. Около десяти из них были удостоены звания «Почетный металлург», учрежденного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Среди награжденных – машинист крана производства высокоуглеродистой проволоки и канатов Эльмира Белобаба. Профессию, которой Эльмира посвятила уже 36 лет своей жизни, она выбрала еще в детстве. Я видела по телевизору, ну, в СССР еще показывали про комбинат. Я очень заинтересовалась этой профессией. Хотела пойти после восьмого класса, но меня родители не отпустили. Но я настойчиво пошла после десятого. Мне эта профессия очень нравится. Еще с первых дней практики во время обучения в 105-м училище Эльмира получила лестные оценки. Нюансы профессии крановщика давались ей легко. Сначала работала на калибровочном заводе в так называемом панцирном цехе. Затем перешла в цех ленты, где трудилась 20 лет. Несмотря на явный талант к выбранному занятию, без сложностей не обошлось. Помню такую ситуацию. Подкрановый отказался со мной работать. А потом, через полгода, он даже меня не отпускал за свой счет. Не мог. Привык ко мне. Мы с ним слаженно работали. Последние восемь лет Эльмира трудится в ММК «Метис» на производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов. Здесь она также сходу заработала репутацию профессионального ответственного сотрудника и настоящего командного игрока. Не было таких у нас прецедентов, чтобы, допустим, стропальщик не понимал ее или она стропальщика. Всегда слаженно работают. Я работаю с Эльмирой уже больше 10 лет. В нашей работе, ну, прежде всего, это доверие, потому что это тяжелые грузы. Как бы, ну, если в двух словах, я ей доверяю. Она понимает, что она делает, я знаю, что я делаю. Несмотря на романтику, которая в глазах Эльмиры изначально сопровождала профессию крановщика, легкой ее работу не назовешь. Во-первых, скажем так, температурные режимы. То есть и печь работает, и все это вверх подымается, испарение. Все это, конечно, тяжело для женщины дышать этим словом. Ну, переносят стойко. Я начинала с платочком на голове, как бы футболочка. Сейчас все это у нас, как бы, нас охраняют, нам все это одевают. Спасибо, чтобы мы пришли домой здоровыми. Стоят кресла специальные, и там есть у нас этот кондиционер. Многолетний профессиональный труд Эльмира Белобабы не раз получал достойную оценку. Ей уже доводилось побеждать в конкурсах и становиться обладателем различных наград. Достойным продолжением славного пути стало звание «Почетный металлург», присужденное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Звание «Почетный металлург» удостоено Белобаба Эльмира Сагандыковна, машинист крана Магнитогорского метизнокалибровочного завода. Хотелось бы, конечно, спасибо сказать, что меня удостоили эти награды. Спасибо сказать тем людям, которые в течение 36 лет со мной были рядом, коллеги, друзья, начальство, мастера. Я думаю, что эта награда не только моя заслуженная, но и люди, которые были рядом со мной, которые меня помогали. Павел Зайцев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. К другим темам. Получить богатый урожай крупноплодной садовой земляники вплоть до середины осени вполне реально даже в уральских широтах. Садовая фирма «Виктория» предлагает магнитогорцам и гостям города разнообразный посадочный материал высочайшего качества и охотно делиться секретами разведения любимой ягоды. Залог прекрасного урожая крупноплодной садовой земляники – это три простых правила. Первое – это, конечно же, качественный посадочный материал, который вы должны менять каждые три года. Несоблюдение этого базового принципа приводит к вырождению ягоды. Так что смена материала – условие непременное. Второе правило – подобрать сорт, который наиболее подходит именно для вашего садового участка. Этот сорт будет самый вкусный именно для вас, потому что разные сорта на разных садовых участках показывают себя с различной стороны. Кто-то вкуснее, кто-то урожайнее, поэтому обязательно надо подобрать. И, наконец, необходимо определиться с задачами для каждого конкретного участка посадки и даже для конкретного куста. Если мы хотим получать урожай, мы должны убирать усы. Если мы хотим получить посадочный материал в виде усов, то мы должны убирать именно цветоносы на нашей любимой ягоде крупноплодной садовой земляники. На испытательных площадках садовой фирмы «Виктория» высажено большое количество сортов. И сейчас можно наблюдать, как обильно продолжают плодоносить ремонтантные сорта. Опытным путем специалисты установили, какие из них наиболее подходят для непростого уральского климата. Сорт «Гармония» уже третий год на нашем Итагорской земле. Мы его проверили на зимостойкость, на урожайность, на вкусовые качества. И, конечно, это потрясающий сорт, который я всем смело могу рекомендовать. Я бы назвал так. Сорт «Гармония» – это машина по производству ягод. Посмотрите, какой темно-зеленый лист, абсолютно здоровый, без каких-либо болячек. И качество посадочного материала, приживаемость будет стопроцентная. Посмотрите, ягодки зеленые, еще есть цветоносы. То есть каждый садовод с такого куста получит от полукилограмма ягод уже в этом году. Хит всех времен – клубнично-земляничный гибрид «Купчиха». Крупная ягода с оттенком вкуса лесной земляники. Обратите внимание на сорт «Лорд». «Лорд» – это ягода, которая в нашей стране считается самым крупноплодным сортом. Она очень вкусная, прекрасно у нас зимует. И сорт «Лорд» требует, конечно, особого вашего внимания, если вы хотите удивить соседей и получить ягоду величиной с ладонь. Для того, чтобы ваш ягодный сезон был максимально долгим, нужно иметь на участке сорта с разным сроком созревания. Ранние, средние, поздние – все они в широком ассортименте представлены фирмой «Виктория». Ну и обязательно ремонтантные сорта. Мой любимый сорт «Эйвис Делайт», который, когда мы реализуем ягоды, люди всегда спрашивают, да это какой сорт? Если «Эйвис Делайт», то покупают даже без раздумий. Труд садоводов непрост, но он будет куда приятнее и продуктивнее, если соблюдать нехитрые правила и обращаться за помощью к опытным профессионалам. Высококачественный посадочный материал крупноплодной садовой земляники ждет магнитогорцев и гостей города во всех магазинах фирмы «Виктория». Павел Зайцев, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Большое видится на расстоянии и складывается из мелочей. Жители поселков Левобережья вздохнули с облегчением. Отныне им не нужно беспокоиться о безопасности прохода по путепроводу, соединяющему улицы 8 Марта и Ярославского. Построенный в 60-е годы прошлого века, мост предусматривал все, кроме удобства и безопасности пешеходов. Годы ожидания и десятки писем в различные инстанции дали свой результат. Благодаря совместным усилиям депутатской команды Алексея Качемова, городской администрации и неравнодушных горожан, сегодня жители сотен домовладений могут быть уверены, проход по мосту не просто возможен, но и безопасен. Наш корреспондент продолжит тему. Сегодня все хлопоты уже позади. Проход по путепроводу безопасен и комфортен, насколько это возможно в предложенных условиях. Почему при строительстве объекта не был спроектирован пешеходный тротуар? Вопрос риторический. Ответ, может, и был, но более полувека назад, когда здесь кипело частное жилищное строительство. Потом как-то обходилось. Прыгали через ограждения на проезжую часть, лавируя между машинами, пытались сохранить здоровье и жизнь. После того, как машин стало в десятки раз больше, а скорости стали на порядок выше, вопрос безопасного прохода встал, что называется, ребром. Мы решили все-таки не останавливаться на недостигнутом и обратились к Алексею Сергеевичу Качемову с просьбой восстановить безопасное движение наших детей и жителей. В этом нам никто не отказал. На протяжении двух лет боролись вместе Алексей Сергеевич и администрация города за этот безопасный проект. И вот результат налицо. Точнее, под ногами пешеходную часть расширили металлической эстакадой, поставили ограждение, подумали и о комфортном спуске к своим домам для тех, кто живет буквально под мостом. Там же проложили новую ливневую канализацию. Получилось весьма цивилизованно, где-то даже красиво и в любом случае безопаснее, чем было. Депутат городского собрания Алексей Качемов знает о проблемах частного жилого сектора не понаслышке. Территориально большая часть его избирателей как раз жители поселков Левобережья. Он уверен, с учетом той технической сложности, которая сопровождает любую благоустроительную инициативу в любом поселке, только слаженные действия, системные и комплексные, могут привести к более-менее положительному результату. Этот проект реализован благодаря совместной работе и депутатского корпуса, и администрации города, администрации района, управления капитального строительства города. Потому что на самом деле, да, вы правильно отметили, он с одной стороны смотрится как небольшой проект, и вроде сделано немного, но на самом деле этот проект у нас занял два года. Только год у нас управление капитального строительства вместе с подрядчиками готовило техническое решение, потому что тут не все так просто с технической точки зрения. Сделанная, пожалуй, лучшая иллюстрация расхожей фразы. Тот, кто хочет, ищет способы. Кто ленится, ищет причины. Проблем в поселках Левобережья, громадье, значит, способов хоть как-то улучшить жизнь жителей этих поселков должно быть больше. Главное, есть желание на достигнутом не останавливаться. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждет полезная коммерческая информация, а также прогноз погоды на 1 августа. Всего доброго и до встречи!